Димон, здорово! Ты что делаешь? В смысле, что делаю? Слушай, так у тебя тачка-то вроде бензиновая. Сань, в смысле бензиновая? Это вообще-то Dodge Charger, на секундочку. Димон, мне кажется, ты путаешь что-то. Ну, в смысле, Сань, что я путаю? Ну, давай спросим Ok Google. Как я могу путать, вообще не понимаю. Ok Google, что такое Charger? Charger? Это зарядное устройство. Но только если ты не о крутой тачке Dodge. В смысле, кроме Dodge Charger? Что-то я ничего не понимаю. Charger? Зарядка? Мне мама даже сказала резиновые тапочки, надеюсь, чтоб току не убило. Ничего не понимаю. Так, друзья, мы едем на нашем Dodge Charger. Немножко покатаемся по городу. Вот у меня единственный вопрос. Почему нельзя проходить дорогу быстрее? У меня вот единственный вопрос. Почему Dodge Charger такой непопулярный в России? Попытаемся разобраться. Очень много автомобилей в Москве и вообще по городам. Именно купе Dodge Challenger. Все понятно. Купе, красивый автомобиль. Charger вы встретите в Москве. Ну, вообще, достаточно редкий автомобиль. И сегодня мы постараемся рассказать и показать и ответить, может быть, на эти вопросы, почему Charger не очень популярный. Хотя машина в Америке, в Америке, машина сверх популярная, как у молодежи, там, может быть, у гангстеров. Кстати, полиция, всякие там спецслужбы, ФБР на этих машинах рассекает только так. Причем с мощным моторами. Ну, надо же как-то догонять этих преступников. Да, согласны? И Charger это классная тема для догонки преступников. Вот. Ну, в общем, мы выехали на дорогу. Едем по улочкам Москвы, нашей столицы. Утро машин не очень много. Вот. И уже первое впечатление, мое личное, да, я на многих машинах покатался. У меня, как вы знаете, у меня был Форд Мустанг 2,3. У меня был Форд Мустанг 5-литровый. Всякие разные европейские машины. Если с чего сравнить, много покаталось на наших американских машинах на разных. Вот. Признаюсь честно, на Charger еду, ну, по большому счету, был у нас Hellcat, мы привозили давно, там, 19-20 год. 717 сил, такой ярко-оранжевый цвет, к нашему клиенту. Но, по факту, за рулем именно Charger я не ездил. И вот здесь, наверное, стоит выделить основной момент, что именно Charger по каким-то причинам, ну, скорее всего, по настройке подвески, он реально, даже в версии 6.4, где меняются настройки подвески, он реально очень мягкий. Сейчас мы едем в режиме авто. Соответственно, в данном режиме все, все настройки автомобиля, дроссельная заслонка, рулевое управление, переключение под рулевые лепестков, то есть, соответственно, трансмиссия и подвеска стоит в режиме авто. То есть, что-то такое среднее, нейтральное. Вот. Понятно, что мы сейчас едем по Кутузовскому проспекту, да, где асфальт очень хороший. Это рублевское шоссе. Вот. Мне подсказали, что мы едем по рублевскому шоссе, но неважно. Вот. Асфальт здесь хороший, но первое впечатление, ощущение, что машина действительно очень и очень комфортная. Это по подвеске. Хотя, хотя хочу заметить, здесь стоят колеса, значит, у нас R20. Размерность, если не ошибаюсь, 335, 35, да, на двадцатый профиль. Но за счет достаточно широкого колеса профиль не очень низкий, поэтому комфортно. Ямы, стыки не ощущаются, поэтому... С точки зрения поведения по московским улицам, мне очень нравится. То есть, все прикольно. Вот. Пока стоим на перекрестке, что могу сказать? Сиденья. Кстати, вот сиденья бомбические. Я всегда замечал, что вот именно у компании Dodge, казалось бы, вот сиденья, они, знаете, как у бабушки, где-то на даче какие-то кресла эти качалки, да. Они широкие такие, какие-то даже внешне, может быть, кажется, неказистые за счет этих валиков. Вот. Но, но, как только вы садитесь и погружаетесь в это сиденье от компании Dodge, неважно, оно там из кожи, либо, как в нашем случае, это спортивное сиденье кожи плюс алькантара, вы погружаетесь просто в систему, в мир комфорта. Реально сиденья безумно комфортные, с хорошей, с классной боковой поддержкой. Причем здесь будет комфортно как таким страничкам, как я, вот, так и достаточно таким взрослым мужчинам. Вот. А машина реально мужская, большая, грозная машина. Вот. Поэтому, с точки зрения комфорта, помимо подвески, мне очень нравятся сиденья. Сиденья классные. Руль. Рулевой плесо. Спортивное, трехспицевое, все. Dodge с перфорацией, трехспица, нижний сегмент, скошенный, как у настоящих спортивных болидов. Ну, в принципе, что и кем является, или чем является наш сегодняшний автомобиль. Вот. Обзорность, обзорность нормальная, хорошая, адекватная. Зеркала, кстати, лучше. Зеркала лучше намного, чем у купе, чем у мустанга, либо челленджера. Зеркала отличные, классные, адекватные, как и, наверное, у любых других автомобилей. Обзорность нормальная. А вот. Что еще могу сказать? Ну, в принципе, место над головой. У меня рост метр семьдесят восемь, семьдесят девять. Вот. Сижу я в таком обычном положении. Местного головы хватает. А вот. Сейчас мы едем с вами в Крылатской. Там немножко мы протестируем ускорение, какие-то тормозные моменты. Чуть-чуть попробуем рулевое управление, как машина себя ведет. Опять же, как она себя ведет в обычных городских условиях. Мы едем по городу и тестируем машину в городе. Так. У нас сейчас с вами июль месяц. Плюс... Ну, с утра не плюс 35, но днем будет где-то около 30. Сейчас где-то 22-24. Солнце светит. Ярко, классно. Погода шигарная. Настроение отличное. По кайфу. Едем на классном автомобиле. Без номеров. Надеюсь, гаишники нас не встретят. Вот. Не хулиганим. Едем по правилам. Хотя машина, конечно, провоцирует. Машина действительно мощная. 6,4 V8. Классический атмосферник. 400, напомню, 480 лошадиных сил. Сейчас не буду говорить про ускорение, про максимальную скорость. Но машина действительно позволяет очень быстро ускоряться. И она постоянно провоцирует своим звуком, своим выхлопом, своими повадками. Своей, естественно, внешностью безумной. С этой яркой мужской такой харизмой. Брутальностью. То есть машина такой, знаете, настоящий мужик. Я предполагаю, что на Dodge Charger, что на Dodge Challenger 99,9% ездят мужчины. Хотя один раз действительно видел девушку за рулем именно с Challenger в купе. Было прикольно. Смотрелся она отлично. Вот. Что еще? Ну и главная особенность, отвечая уже для себя, отвечая так, мы прямо едем. Мы едем прямо мне подсказали. Изучая особенность, почему Charger не популярный в России, мы разберем, а в чем преимущество или, может быть, недостатки седана Charger относительно того же купе Challenger. Или других седанов европейских, корейских, американских, японских и так далее. Для меня это, честно говоря, непонятно, потому что, когда я предварительно готовился и ждал нашего видеографа Александра, который застрял за фурой какой-то в 6 утра, в 5 утра. Фура! Убила меня фура! Убила нас тоже, мы в жеваке по ДТУ-линии! Вот. Я посидел сзади, то есть, я посидел спереди за собой. Я открыл безумно огромный багажник, потом покажу. Там можно реально спать втроем. Вот. Там практически 500, хотел сказать, от ширины сил, но 500 литров. Вот. И действительно, я не понимаю, это классный автомобиль. Внешность привлекает. Мы пока стояли, приехала на станцию электричка, как она называется? Кутузовская, да? Кутузовская, да. Приехала электричка, и вот человек там 100 шло, и все 90 человек повернулись в сторону машины. Хотя машина там не как-нибудь ярко, там оранжевого, фиолетового цвета. Машина серого цвета, да, она с пакетом расширения, так называемого white body. Классные диски стоят на машине, привлекает внимание. Мы едем, люди все смотрят. Хотя там на улице 6 утра, мало народу, но мимо мы приезжаем, люди оборачиваются. Помимо выхлопа, помимо всех этих ситуаций, действительно, машина привлекает внимание. Внутри машина безумно комфортная. Четыре человека умещается с комфортом 100%. Вот. Пять, да, пять, да, пять можно поместиться. Ну, пятый человек будет сидеть, естественно, уже над карданным валом, над туннелем. Может быть, чуть покажу, что это будет не очень совсем удобно на дальней поездке. Но для города, около, там, городских всех перемещений суеты, пять человек может спокойно перемести, плюс огромный багажник. Ну, все, все преимущества седана, относительно купе, я точно вам описал. Вот. Сейчас мы повернем на площадочку, я вам продемонстрирую, как, что машина представляет из себя внутри по салону. Поглядим багажник, вот. Ну, и так еще немножко потести машину в движении и все такое. Ну, все понятно, да? То есть, как бы, вопросы с точки зрения качества материалов мы не обсуждаем в этом тест-драйве. Каждый выберет, что ему необходимо. Ну, все, что перешить можно. Можно карбончик, пожалуйста, карбончик за отдельные деньги мы вам сделаем или любая компания, кто занимается тюнингом салоном. Я сейчас не про это, я про то, что машина относительно старая, которая, кстати, снимает с производства, уже вот в этом, в 23-м году ее сняли с производства. Заказать машину уже на заводе нельзя, только купить новый либо автомобиль с пробегом, ну, либо у нас, либо в США. Вот, поэтому, ну, ребята, еще раз, смотрите. Как бы машина действительно старая, ну, по разработке, то есть, это прям не новинка, это не китайцы с этими, там, 8 мониторов. Ну, а может быть, кстати, это и не надо. Вот мне, кстати, вопрос, можете написать в комментариях, насколько вам все эти современные автомобили, там, китайские, корейские, уже там, европейские, где раз, монитор, два монитора, еще у пассажира монитор, там два монитора, еще монитор климат отвечает. И вот это все подсветка, вот эти яркие экраны. Я, наоборот, уже хочу вернуться к Nokia с фонариком, мне вот уже не прикольны все эти большие мониторы, может быть, уже 43 года скоро уже, да. Вот, ну, в общем, по мне, по мне, вот большой 8-дюймовый экран, он вот так вот, его хватает, он, кстати, рассосирован, посмотрительный экран, здесь все есть. Русификация, русификация щитка приборов, навигация работает, все работает, все классно, все видно. Можно одной кнопкой, кстати, не во многих автомобилях, здесь можно одной кнопкой выключить экран. Да, вот кнопочка есть. Кстати, климат, на удивление, работает. Смотрите, у нас есть верхняя мультимедиа, она тачскрин, есть дубляж системы климат-контроля внизу и основные функции автомобиля, включая радио и музыку, вот здесь сверху. Ну, по кнопочкам все понятно, чуть позже еще прокомментирую вот эти вот три, точнее, две кнопки Drive Mode и Launch Control, сейчас мы перейдем к мультимедии еще раз. Она прошита на русский язык, то есть всю продукцию компании Dodge и Ram мы прошиваем на русский язык, у вас все будет отлично. Вентиляция водительского и пассажирского сиденья есть не у всех автомобилей, даже, скажем, бизнес-класса, а здесь это есть. Вот, значит, смотрите, что еще по функциям. Подогрев руля есть, климат-контроль есть, что характерно, что работает даже, да, летом. Вот, всякие разные настройки дисплея, единственное измерение, учитывая, что машина американская, вы можете переключать как в метрику, так и обратно, то есть километры, километры, милли, да, фаренгит и цельсий, все есть, все переключается. Вот, есть такая функция, как перформанс пейджа, смотрите, вы можете смотреть, что происходит с автомобилем. Приборы показывают температуру масла, температуру охлаждающей жидкости, перегруз даже можете, когда вы едете, валите на машине, все показывается. Левая сторона перегруз, правая сторона, торможение, ускорение, все показывается в метрике. Двигатель тоже самое показывает все мощность выдаваемого мотора, давление масла, включенной передачи и так далее. В общем, все это есть в системе закладок Performance Pages. Да, это есть только на мощных моторах, в более дешевых версиях со слабым мотором этих системы нет, но в нашем автомобиле, еще раз напомню, у нас версия с мотором 64, здесь все это есть. Обещал рассказать про кнопку Drive Mods, нажимаем, ага, работает. Ну, смотрите, здесь что у нас есть, здесь у нас есть режимы вождения автомобиля, как я вам говорил, что когда мы ехали с офиса компании в Крылатской, мы ехали в режиме авто, когда все у нас было. Комфортно, классно. У средненных вариантах работы автомобиля есть режим Custom, то есть вы можете настроить трансмиссию, подрывы, приключатели, тягу, то есть это работа педали газа. Вы можете в своем каком-то режиме определенном настроить, вот здесь он показывает, должен показать. Текущий спорт режим есть у нас с вами, да, и режим Track. Track, вот, то есть здесь все у нас с вами выбирается, и машина перестраивается под тот тип, который выбрали. Тут еще есть две классные функции, которые исключительно присутствуют в спортивных автомобилях компании Dodge. Это функция Line Lock, когда вы можете прогревать заднюю резину. Мы видим американские ролики безумные, когда они жгут резину, то есть вы нажимаете эту кнопку, удерживаете педаль тормоза, нажимаете газ, вот, и у вас задние колеса буксуют. С педали тормоза ногу убрали, и машина там поехала. Ну вот, когда включена у нас эта функция Line Lock, у нас с вами даже на картинке показано, что передние тормоза, они у нас заблокированы, а задние колеса разблокированы, и вы можете спокойно сжечь вашу резину дорогую. Ну вот, кстати, обратите внимание, у многих ли машин, даже бизнес-класса, есть такая функция. Ну, нет, ну, конечно, не этот защитный козырек, а вот такая функция, вот такая вот, вот такая функция. То есть, когда очень удобно, вы раз, если солнце с другой стороны, вы и так раз, вот так вот два, и вот так вот три. Посмотрите, то есть, помимо того, что вы можете просто удлинить сам козырек, вы еще можете здесь чуть-чуть выдвинуть, и все это Dodge Charger, все это имеется. Ну, и отдельная опция – это красные ремни безопасности. В базе они, естественно, черные, в базе они черные, и за дополнительную плату, если не ошибаюсь, по конфигуратору, что-то там долларов 150-200, ну, не больше. Вот такие будут замечательные красные ремни. Сейчас немножко дадим газу, немножко дадим газу. Мы не будем ускоряться на секундомер, но я вам, кстати, хочу показать, что в данной версии есть закладка Performance Pages, да, где система показывает всякие разные параметры, в том числе ускорение торможения. Ну, вот кто-то до нас, видимо, ездил, ну, может быть, мы проезжали, и ускорение 0-100 было 5,9, хотя производитель заявляет, что ускорение 0-100 в данной версии 5,2 секунды. Ну, вот послушайте этот звук V8, просто послушайте, как он звучит. И вот я готов отдать любые деньги и даже душу за это все, за этот безумный мотор, за этот звук, за это рулевое колесо, за эти красные ремни, за это безумно классное сидение. Ага, и вот за этот пластик. Сань, ну ты что, ну, нормально же, дружили, что началось-то? Честно признаться, мне очень нравится данный автомобиль. Не шучу, не юлю, ну, главное, не путать с Юлей, да? Большая... большой проем. Здесь, еще раз повторюсь, классные, безумно мягкие, комфортные сидения. На дальняк, до Владивостока и обратно, легко. Руль, все, все супер, прям он стоит как надо. Достаточно, как правильно Саня сказать, толстый, упругий, большой. Оу май! Комфортный. Пусть будет комфортный. С перфорацией руки не потеют. Рулевая колонка с электроприводом, туда-сюда едет, в общем, все отлично. Сидение с электроприводом. Память сидений есть. Вентиляция, подогрев есть. Да что, что еще нужно для комфортного передвижения? Я не знаю, все есть. Ну, только бензинчик заливать туда. Это тоже ты записал, да? Очень комфортно. Очень комфортно, очень комфортно. Даже сидение отъезжает назад, когда выключаешь машину. Все как на крутых тачках. А, забыл сказать по поводу музыки. Здесь стоит базовая система Alpine. Я не меломан, не разбираюсь сильно, но за дополнительную плату, за какие-то определенные там прям гроши американские, можно выбрать музыку Harman. Там будет у вас 19 динамиков и сабвуфер в багажнике. А про багажник давайте я вам скажу отдельно, потому что он реально огромный. Что касается трансформации салона, здесь у нас спинки складываются в пропорции 60 на 40. То есть можно сложить, перевозить длинный предмет. Вот эти вот крючки есть, петельки. Вот. Есть вот такая вот штука. Ага. Здесь нет у нас возможности перевозить длинный предмет. Ну и бог с ними. Вот. Какая-то такая штука есть. Можно сюда там телефончик положить. И, как обычно, у нас летом же жара. Это же американский автомобиль. Нам нужно все что ставить. Правильно. Coca-Cola. Российскую Coca-Cola ставим. Вот. Ну, не помещается. Ну и бог с ним. Вот. По крайней мере, два подстаканника точно имеется. Ну, как-то так. В общем, сзади действительно комфортно. И те же комфортные сидения. Они очень мягкие и прям супер. Так. Ну и самая кульминация нашего тест-трайва. Это огромный багажник Dodge. Относительно, конечно, всяких версий универсалов, минивэнов и так далее, здесь багажник поменьше. Но относительно других седанов, здесь багажник просто огромный. Во-первых, первое. Большой проем. Можно запихнуть незапихуемое. Второе. Он глубокий. Сидения складываются в пропорции 60 на 40. То есть, вы можете сложить, как вам угодно. Если стоит опциональная музыка от Harman с сабвуфером, здесь будут стоять сабвуферы. Багажник будет чуть меньше, но музыка будет прям так долбить. Есть полик скрытый. Здесь что у нас есть? Здесь у нас нет ничего, кроме аккумулятора. За дополнительную плату здесь может лежать до катка. Либо-либо-либо ремкомплект. Либо-либо ремкомплект, вы выбираете уже из конфигуратора. А так, еще раз говорю, багажник большой, машина семейная. И пятером с семьей загрузили. Можно холодильник поставить и поехали на дачу. Кстати, кстати, тоже, что касается эксплуатации машины в Москве и вообще по городам России, дорожный просвет адекватный. 140 мм. Я считаю, что машина не низкая. Да, задний привод, но летом отлично, как и любой классический автомобиль с задним приводом. Машина классно рулится, классно едет. В принципе, ограничения на лето нет. Ну, а про внешность можно, конечно, много спорить, разговаривать. Мне внешность чарджера, еще раз, очень заходит. Начиная от его серого цвета, сплитера, больших сотых радиатора на решетке. Наша версия с CatPack, с безумным шмелем на решетке радиатора. Большой воздухозаборник. То есть, смотрится машина действительно круто и выделяется, как говорится, из толпы. То есть, не заезжая на автомобиль. Вот эти катафорчики, которые светятся по бокам, вечером вообще будут смотреться круто. Конечно же, данная комплектация отличается от базовых версий даже с мотором 6.4 тем, что здесь стоит пакет, так называемый, white body. Пакет расширения, то есть, сеть немножко отличается передний бампер, да. Отличаются эти боковые накладки. В этом пакете диски стоят, вот именно этой конфигурации, 20-го радиуса, черные, да, вот с такими классными спицами. Резины 315-35 R20, да. Вот. Вот эти вот молдинги тоже самое в этот пакет входят. То есть, машина смотрится действительно необычно, нестандартно, не заезженная. Обращает на себя внимание. Поэтому, если вы хотите немножко выделиться, помимо звука мотора, да, просто выделиться визуально, Dodge Charger хороший выбор. А чем же дышит наш Dodge Charger? Ну, кстати, есть много вариантов разных моторов для данной версии. Давайте начнем, расскажу, самый, как бы, заход в мир Dodge, в мир Charger седана. Это V-образная шестерка, Penta Star называется, мощностью порядка 300 сил. Там есть два варианта, 292 сил и 300 сил, но это не принципиально. Но, но, кстати, самое интересное, что для тех, кто скажет, ой, задний привод, там, типа, зимой, я там в горочку не поднимусь, с паркинга не выйду. Я вам скажу следующее. Если вы не гонитесь за мощностью автомобиля, для вас это не принципиально, берите версию 3.6 с мотором Penta Star, и там есть полноприводная система AVD от компании Dodge. Более подробно могу вам рассказать про нее чуть позже. Сейчас мы расскажу про линейку, про гамму моторов. Следующий мотор после V-образной шестерки, это уже пошли версии V8. 5.7 Hemi, 370 сил, потом идет наша версия 480 сил, это уже объем 6.4 литра. И дальше пошли уже версии Hellcat, это с механическим нагнетателем 717 сил. Версия Redeye это 797 сил. И есть версия Redeye Jailbreak, которая будет в 807 сил. То есть, вагон лошадиных сил, начиная от 300 сил до фактически 800 сил, пожалуйста, выбирайте. Единственное, со всеми этими моторами, кроме V-образной шестерки, у вас будет задний привод, напоминаю. Сзади привод и автоматическая коробка передач. Ну и многие, конечно, поинтересуются, сколько расход топлива вашего автомобиля V8, сколько мне нужно будет заливать. Да это не принципиально, еще раз. Вы покупаете реально машину с мотором V8, вы покупаете звук, вы покупаете внешность, вы покупаете брутальность и так далее. Это же не электричка, которую нужно, чик, вставил, да, то есть, и там киловатты пошли заряжаться. Нет. Что касается расхода топлива, ну, скажу так, что производитель заявляет в районе 13 литров средний расход топлива, по городу это может быть до 16 литров, за городом это где-то в районе 10-11 литров, но все зависит от того, как вы будете нажимать на педальку газа. Я всегда говорю, что можно и на оке добиться расхода топлива в 14 литров, они там 2,5, как многие там заявляли, да, по расходу топлива, поэтому здесь вопрос философский, да, заправили, поехали, закончился, приехали на АЗС, заправили еще раз. Да, что касается самого топлива, 95-й улучшенный, 98-й, 100-й, ну, это вот рекомендация, скажем так, производителя, завода и то, что необходимо заливать. А так, залили и в путь. Ну, а чтобы остановить наш практически 500-сильный болид, да, в кузове седан, нам нужны хорошие тормоза. Здесь стоит система Brembo с красными суппортами, 6 поршней. Вот, большие, огромные вентилируемые диски, это у нас спереди, сзади, пойдем покажу. Ну, а сзади все то же самое Brembo, только на 4 поршня. Вот, кстати, здесь прекрасно видно через заднеколесный диск, что у нас стоят сдвоенные системы амортизаторов Белштейн, которые имеют клапана регулировки. В меню, напомню, в меню настройки вы выбираете режим вождения автомобиля, авто, трек, спорт, и вся эта система меняет демпфирование. Вот, тем самым создается, скажем так, более комфортное или более спортивное управление автомобилем. Диски красивые, черные, большие, 20-е, тоже опциональные. Ну, сзади у нас все так же по красоте, два патрукового выпускной системы, вот такие вот мощные самцы. Черная накладка заднего бампера, в партронике все стандартно. По итогу, что мы имеем за 8,5 миллионов рублей? Мы имеем седан, мы имеем классную брутальную внешность, мы имеем мощный мотор V8 практически 500 лошадиных сил, мы имеем надежную коробку автомат ZF, мы имеем классные 20-е диски, мы имеем тормозную систему Brembo. Что еще? 5 мест, большой багажник, нормальный, адекватный дорожный просвет. Это, что касается данного конкретного автомобиля. Если этого много, берите версию с мотором 3.6, она будет дешевле, естественно, и по деньгам, и по расходу топлива. Для России берите версию с системой АВД с полным приводом, и вы будете проезжать везде, в любую горочку, при любых ситуациях. Поэтому, как мне кажется, автомобиль Dodge Charger, седан, в России, ну, скажем так, непонятно по каким причинам, не очень популярны. Надеемся, надеемся, что наш ролик и наш обзор даст вам больше пищи для размышления, и, может быть, вы посмотрите в сторону данного замечательного, прекрасного автомобиля, у которого очень много классных и достойных функций, и он дарит реально классные эмоции на каждый день. Ну, так вот, кстати, помните, я хотел вам рассказать немножко о системе полного привода, пока мы едем на базу. Она в данном автомобиле уникальная, ну, не в данном автомобиле, а в версии с мотором 3.6. Напомню, что если вы хотите получить полноприводную трансмиссию на седане Dodge Charger, вы выбираете комплектацию SXT с версией АВД. То есть она может быть и заднеприводная, а может быть и полноприводная. Так вот, благодаря активной раздаточной коробке Borg & Warner вы получаете следующую. Итак, 38% тяги подается на переднюю ось в следующем случае, когда у вас проскальзывает задние колеса, ну, это понятно, второе, когда у вас включены дворники на постоянную основу, третье, когда у вас температура ниже нуля, у вас тоже система полнопривода включена, да, то есть подается тяга на передние колеса. Так, четвертый вариант включения полнопривода, когда вы включаете передачу с помощью подрулевых переключателей песков, так называемых, и когда у вас включены режимы, где система стабилизации отключена. Так вот, в этих, во всех пяти случаях у вас подается тяга на передние колеса. Во всех остальных случаях, да, на полноприводной трансмиссии у вас включен только исключительно задний привод. И тем самым достигается определенной экономии топлива. И, конечно же, на площадке компании у нас есть разные американские автомобили, купе спортивные, внедорожники, минивены, все что угодно на разный вкус и цвет, как говорится. Приезжайте на площадку компании, выбирайте автомобили, проведем для вас тест-драйв. А также не забывайте, что Автопремиум Групп – это надежность 2008 года. До скорой встречи!